Всем привет! Пришла на обед, гуляла с Баксиком. Вообще не слушается. Бася, почему так себя ведешь? Бессовестный. Купила ему вот эти вот нарезка говядины. Не идет и все. Давай, 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 бесконечно, давай. Но это же нельзя так себя вести. Мой, вообще. Короче, бегала в каблучок, взяла файлы и взяла... Напечатала себе, что я буду работать по записи сейчас на учебу с понедельника, чтобы мне звонили клиенты. Иду с обеда, у нас так жарко. Просто жаряще. Несу файлы, несу, наклею, что по записи буду работать. Очень жарко, прям в кофте вообще. Жарень. Я не знаю, сколько градусов. Утром было в 10-20 градусов. Потом еще скажу, что хотела сказать. Вчера тут гуляли. И вот, видите, на земле. Короче, тут живут обороны. Они ночуют. Вот. Мы вчера гуляли с Баксиком, и меня обчирикала ворона. Жилетку у меня обчирикала. Такая к деньгам. А, 7-22, пятница, завтра 23. Пенсия пришла. Пришла пенсия, потому что на выходные. Когда на выходные попадает, всегда присылают в пятницу. Раздеваются, видите, в футболках. Так что это. Прям очень жарко. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Сейчас посмотрела. 24 градуса. Ой, ну жарящая такая, да? В конце сентября. Какой сень? 22-е. 24 градуса. Так что. Почти как в Турции. Только не купаемся. Ой, а Волга всегда холодная. Я не могу в ней купаться. Я или в бассейн иду с подогревом, или озеро. Не могу. Волга холодная для меня. Арбузики, дыни привезли. Мы ходим сюда. У него картошка хорошая. И овощи неплохие. Сейчас все кончилось. В выходной купим помидоры, огурцы, картошку. В выходной все покупаем. Ой, девчонки, я так что-то устала. На обед бежишь прям. А с обеда в горку. И я прям так устала. Наешься еще. И как это, идешь как. Хотя, что я съела? Одно яйцо. Чуть захотела яичницу. Яичко одно. Чуть-чуть вермишели. И колесико колбаски. Кофе. Вот. Наверное, из-за кофе. То, что я. Фу, большую чашку кофе. И я прям иду. Иду такая. Надо утаехать. Нашел ко мне мужчина и говорит. Девушка. У вас бреют. Я говорю. Нет, нас не бреют. А можно купить одноразовую бритву? Говорю. Нет, у меня нет. Это в магазине только. Так, сейчас сяду. В общем. Полна машина. Навалено вещей. И вышел закон. В общем, вот здесь вот, где овощи мы покупаем. Он говорит. Да, я плачу налоги. Я плачу за визу, что ли. Рабочую визу, как это называется. А кто не платит, всех, говорит. Это будут выкидывать. Ну, как хорошо я поставила вас. В общем, вот такие вот нагруженные машины. И они уезжают. С одной стороны, это очень хорошо. Освобождаются места рабочие. Люди наши будут работать. Россияне. Я не националист. Я не расист. Но мы платим налоги. Наши мужчины на СВО. А приезжают вот такие рабочие, которые ни налоги не платят. Не участвуют в каких-либо действиях страны. Мероприятиях таких. И это очень обидно. Вот. Поэтому. Ой. На мне что-то. А. Я думала, знаете, вот с боярышник такие, как клопы, такие длинненькие. А это просто там черненькая лента. В общем, так вот, девочки. С понедельника на учебу, на маникюр. Я немножко волнуюсь. Вот. Но. Держу хвост пистолетом. Сегодня посоветовали таблетки. Пришла Аленкина учительница. А я говорю, я вся мокрая. Она спрашивает меня, так, что, как, здоровьем. Я говорю, да вот так и так. Что есть. Говорю, что есть. Вот. И она говорит, что я тебе посоветую таблетки. Я говорит, тоже их пью. И все хорошо. Жар не бросает. Отливости нет. В общем, надо купить. Они травяные. Как я хорошо себя чувствую. Вот. А я прям стала стесняться своего состояния. И. Вот это вот салфетки. А еще, если я буду сидеть в маске. Я не представляю. Ну, кто-нибудь заметил, что я похудела? У меня даже немножко вот эти брыли ушли. В общем, у меня 83. На 3 килограмма я похудела. Было 86. Сейчас 83. Я продолжаю худеть. Но как я худею? Я немножко ограничила хлеб. Только утром его с бутербродами. Вот в обед вечером я хлеб не ем. И сладкое. Вот вчера вот мне клиентка приносила мармелад. Я его ела. А так ни печенья, ни конфеты. Я ничего не покупаю. Вот то, что приносит, я даже шоколадки раздаю. Я не ем сейчас шоколад вообще. Я его просто не переношу. Я не знаю, почему. Я ем только бабаевский с орехами. И темный шоколад. Молочный вообще не ем. Как сейчас модно говорить, от слова совсем. От слова совсем. Девчонки, я вчера смотрела видео. Где мы... У меня в плейлистах есть два отеля, где мы отдыхали. Это Дельфин Платину. И второй плейлист. Это... Так, сейчас скажу. Топ Копы. Топ Копы в Анталии. А вот этот Дельфин Платину, он в Алане был. Смотрела вчера, и... Что мы ели, куда ходили. В общем, здорово. Так здорово я вспоминаю всё это. Плохо, что я раньше не снимала. Муж вчера даже тоже смотрит. Говорит, ой, я в такие волны зашёл. Ну-ка, скинь мне это видео. Я его даже это... Не помню, что... А со стороны, говорит, видно, что волны приличные. Говорит, как я пошёл. Он прям вот зашёл. И его... Ощу, окотину. Представляете, какая волна. Два метра почти. В общем, классненько так смотреть. И оба отеля эти дорогие. Они сейчас по 200 с лишним. В сентябре. В октябре, говорят, будет прохладным. В Турции, что ты говоришь, какой-то сезон холодный идёт. Не сезон холодный, а именно в этом году прохладная зима. И октябрь будет намного прохладнее, чем в прошлом году. Не знаю. Но мы пока никуда не планируем. Это может быть или спонтанно, или вообще не поедем никуда. Потому что у нас Москва. У нас Москва. Надо ехать прописываться сейчас. Муж поедет, будет там руководить у сына ремонтом. А я, возможно, приеду на прописку, если это недолго. Если это долго, я не знаю, наверное. Может быть позже. Я даже не знаю. Прописка долгая, что ли, да? Если больше недели, я не знаю, как ты спас. Домой не уедешь. В общем, впереди у нас Москва. И на море мы, наверное, не поедем. Все очень дорого. И нет такой возможности. Буду зубами заниматься. У меня коронка опустилась. Наверное, видно на видео, что вот этот зуб, он у меня чуть-чуть опустился. Коронка почему-то подвинулась. И я так понимаю, что стал подшатываться звук. Его придется удалить. И делать с мостиком. Ну, ничего. Будем делать. Такие вот дела у меня. Всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...